В первой части нашего занятия мы посмотрим работы, которые вы сделали, потому что заданий уже довольно много, но не все пока сделали. У нас и было два занятия больших, поэтому на каждое занятие было задание. Пока постепенно вы справляетесь. Ну, в общем-то, в этом нет ничего страшного. Те, кто еще не уверен в себе и не понял, как что-то сделал, сейчас посмотрит работы своих коллег, будущих, настоящих. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос очень проявленный. Какое? Предложение. Давайте устроим какое-нибудь такое занятие выходное. Если на выходных, а чтобы мы на улице что-то поснимали, да, и вот так вот более понятно будет прям на практике. Ну, мы можем следующее занятие такое сделать, все зависит еще от погоды. Сегодня вот отличная погода, да, будет удовольствие пойти куда-то. А если будет что-то там пасмурное и интересное? Мне надо просто проинструктировать вас тоже, как снимать. Мне для этого нужно тоже прочитать вам некоторый курс. И давайте попробуем так сделать, все зависит будет от погоды, конечно. Если все будет нормально, понимаете, когда пасмурный день, вам будет самим неинтересно дойти, там будет все серое. Если будет солнышко, то это отлично. Тогда хоть что-то тут у нас есть, чтобы снимать. Все-таки центр Москвы, как-никак. Но вернемся к вам, к вашим работам. Работы я не просто так задаю, не просто, чтобы вы помучились. Это все для того, чтобы вы опыта набирались. То, что я вам читаю, это вроде бы теория. Теоретические знания, какие-то тут схемы вам выстраиваю. Это не просто так, это практическое применение технологий производства. Как это все происходит действительно на телевидении. Просто, когда вы придете работать, вам никто не будет объяснять этих схем, вам просто скажут, иди и делай. Максимум вам будут подсказывать, но уже частности. Я вам по полочкам рассказываю то, что действительно будет от вас требоваться и как вы должны это выполнять, в какой последовательности. То есть, это не в чистом виде теория, которая нигде не применима, как на некоторых предметах может быть. Есть предметы чисто теоретические, где вам рассказывают, вы это пытаетесь усвоить и все. Здесь это практика. То, что я вам рассказываю, какие-то устройства, какие-то схемы работы, это и есть то, как вам нужно выполнять свою работу. А практическое задание, это для того, чтобы вы закрепили эти знания. Это не просто так. Дело в том, что вот сейчас я вам прочитаю лекции, пройдет у нас следующий семестр, через год вы не вспомните абсолютно ничего. Это я вам гарантирую, вы не вспомните ничего из того, что я вам рассказывал. Но, если вы сами помучаетесь чуть-чуть, это не занимает много времени. Да, но вы же студенты, вам необходима самостоятельная работа. Если вы выполните задание, вы, во-первых, почувствуете в себе уверенность уже от своих работ. Да, вы наделаете кучу ошибок, но эти ошибки исправляемы. Вы учитесь, для этого вам дано это время – учиться. Вы сейчас не работаете. Но представьте себе, вы придете работать на студию, там не будет возможности ошибаться. Вас за это будут штрафовать, ругать, вам будет очень неприятно. Здесь вас никто не ругает, никто не штрафует, никто не оценивает ваши неудачи, потому что эти неудачи – это ваш опыт. За счет этих неудач вы будете профессионалами. Только так. Только на своих ошибках люди учатся. На чужих, к сожалению, не учатся. Вы можете посмотреть, как кто-то там делает что-то не так. Потом, да я же смогу, я же сделаю лучше. Пробуйте, ничего подобного. Только когда сами столкнетесь с проблемой и попытаетесь ее решить, когда зададите вопрос, только тогда вы научитесь. Поэтому не бойтесь. Не бойтесь, показывайте то, что вы делаете. Спрашивайте. Для этого у вас есть время, для этого я здесь. Мне это все известно. Я все это знаю. Я это ежедневно применяю. Вы это еще не освоили. Вам это нужно, понимаете? Так что дерзайте. Давайте начнем. У нас немножко, правда, но есть. А, как раз тернявской нету, да? Да, тернявской нету. Ну не страшно. Давайте посмотрим. Она сделала репортаж. Она уже сделала и на предыдущее задание. То есть у нее все с выполнением заданий хорошо. Так, сейчас что-то у меня все. Побольше. Качество, правда, не очень. Вот. Сейчас все сделаем. Погромче сделаю. Сегодня в учебном театре Гитиса спектакль «Девичьи попевки» на основе песен Шульженко. Рюсер-педагог Галина Тимакова. Хоть и ветер был большой, покраснела, засмеялась и сказала «Хорошо!» Учебный спектакль – это особый жанр, с особой атмосферой и даже с особенной техникой исполнения, которую несут молодые актеры. Они еще совсем по-другому воспринимают сцену и безумно наслаждаются каждым моментом пребывания на ней. Наверное, именно поэтому для зрителя особое удовольствие доставляет наблюдать такое действие. У Зины красивые руки. Предписатель – это бред. У нее уже внутрь. Как это я не права? Я не думала, что лица? Ой, как хорошая голова. Мне очень понравилось. Я посещаю этот театр очень часто и мне здесь нравится. Здесь растут зрители и также растут актеры из молодых дарований. Именно поэтому я и хожу в этот театр. Театр ГИТИС – учебная сцена. Никак не связанные между собой эпизоды создают единое повествование, единую историю, рассказывающую о русской женщине, о том, как она умеет любить, умеет прощать и умеет ждать. Из Майла ТВ, вечерние новости, Сернявская, Лизавета. Ну что, ваше впечатление от творчества коллеги? Я тоже выскажусь. Здорово, похоже на репортаж. Еще кто что хочет сказать? Ну не бойтесь, я здесь нет. Мы не боимся. Да любую. Вы учитесь вообще делать репортаж. Ну если говорить про съемки и сам монтаж, ну, к примеру, там все заметили, что звук прыгает, который можно было бы выровнять при монтаже. Научитесь, научитесь. На это я сейчас пока внимание не обращаю. Да, есть такие вещи, но можно что-то услышать. Там этот мужчина очень тихо, конечно, говорил сам по себе. Что? У меня по смыслу. Что по смыслу? Я не понимаю, почему Лиза сначала говорит о вообще впечатлении от учебного спектакля как такового, а в самом конце она говорит о сюжете. Эти части надо поменять не ставим, мне кажется. Ну, со смыслом я согласен. Здесь со смыслом есть проблемы. То есть особое-особое чувство. Ну, то есть это практически ее мнение. Точнее, это и есть ее мнение. В этом нет ничего страшного, когда говорит свое мнение. Это хорошо, но я думаю, что его лучше этим закончить, подытожить как-то. Да, вполне возможно. Учебница. А то непонятно, что это за спектакль, о чем он. Все что-то показывают, рассказывают. Вот я посещаю. Вот это. Сам-то сюжет о спектакле или о учебном театре Гитиса? Очень хорошее замечание вообще. Когда идет репортаж, репортаж о чем? Репортаж о том, что они поставили спектакль. Или репортаж о том, что они вообще ставят спектакли в театральной студии. Или о том, что это молодые студенты. То есть, здесь нет четкой линии, что хочет сказать автор. Мы не будем критиковать именно этот момент, потому что я не требовал именно такой передачи. Но вы, как профессионалы, должны понимать, что в каждом вашем продукте должно присутствовать смысл, выстроенность. В данном случае у нас присутствует то, что должно быть внутри репортажа. О том, о чем я вам говорил. Это все присутствует. Да, по смыслу здесь не выстроено. Можно было бы задать линию то, что Лиза присутствовала на спектакле. Таком-то, таком-то. Для того-то, для того-то. Целей. А получилась каша. Из ее личного мнения. Из мнения спикера, который был. Который непонятно, почему сказал такие слова. То есть, вроде бы, да, все хорошо. Я тут хожу. И они ставят. Все. Его синхрон, он смысла не несет. Если бы он высказал свое личное мнение. Или сообщил какую-то информацию, которую никто не мог сообщить. Как спикер. То есть, его можно выкинуть. Его можно выкинуть, да. Но, естественно, Лиза его поставила, чтобы был. Да, это хорошо. Да, чтобы был Измайлов ТВ. Ну, это забавно, конечно. Представление внутри. Такой логотип, считайте, в конце. Технически. Технически. Я не имею в виду качество картинки. Так как не требовал от вас супер качества эфирного. А по порядку, да? Я не знаю. Сегодня учебный театр Гидисов. И так и девочек Поперкина. Вот смотрите. Идет. Показывают нам фойе. Но очень непонятно, что здесь. А, перекинули. Спасибо. Непонятно, что это и зачем это. Да, учебный театр Гидисов. Но, может быть, надо было показать тогда сцену? Можно было вход, там вход определенный. Либо фасад здания. Можно было. Можно было. Можно было. Это было бы очень хорошо. Можно было. Вариантов, понимаете, много. Мы выбираем просто тот вариант, который нам подходит для отражения нашей задачи. Нет. Почему? Вот такой круговой, мне кажется, хорошо фойе показано. Я там была не раз и я узнала вообще. Это хорошо. Но вы сразу понимаете, что это театр, вот судя по этому интерьеру? Нет. Либо нужно тогда заявить, что как-то войти через фойе в театр. То есть смысл надо было так выстроить. А то нам показывают, да, это театр, нам об этом говорят, но что это, мы не знаем. И нам не объясняют. Дальше. Твоя песня Шерженко. Присоет педагог Галина Тимакова. Иди, не терпи, большой. Там был, правда, черный план, но я так понимаю, просто брачок проскочил. Видели, да? Между двумя планами. Вот их лучше не оставляйте. Ну, это бьет сразу по глазам. Это неприятно. Потом у нас идет такой лайф. Вставка кусочка. Это вот лайф спектакля. Это не синхрон. Вы понимаете, что человек говорит специально. Там может быть Лиза. Это Лиза, может быть? Может быть, да. Мы сейчас посмотрим. Мы обсуждаем вас. Заходите. Заходите. Можно сюда сесть. Да как угодно. Тут далеко. Это лайф. Я знаю. Она потом на видео посмотрит в группе. Это неплохо. Это сразу показывает атмосферу. Что это спектакль. Кусок хороший. Действительно. Я не знала, что вообще начать. Просто я не знала. И в это начало вообще ужасно. Начинать всегда сначала. Я просто не знаю. Потому что что вы. Я хочу кусок текст. Не я. И не кусок спектакля. И уже после постспектакля людей взяли нервы. Ну как бы нервы. То есть снять просто как бы хоу нельзя было. Вообще я не знаю. Вообще не занимаетесь. Не расстраивайтесь. Все постепенно. Все потихонечку. Это неплохой опыт. Это нормально. Ну я думаю почему не меняю. А так всегда бывает. Всегда хочется поменять что-то. Улучшить. В этом нет ничего страшного. Мы сейчас обсуждаем как. Что вы думали. А вот давайте послушаем ваше мнение. Вы. Мы сейчас все посмотрели ваши репортажи. Мы смеялись. Ну нет. Мы не смеялись. Поплакали. Они внимательно послушали. Расскажите вашу задумку. Чтобы просто все понимали. Ваша задумка какая была. Ну если честно. Говорит дело в том что. Надо взять репортаж. Я еще думаю. Сейчас что-нибудь придойдет. Какое-нибудь мероприятие. Я сделаю репортаж. И почувствую что мероприятие произошло только вчера. Это вчерашняя съемка. Хорошо. Вот. И поэтому. Как бы я пришла. Так я думаю. Сейчас быстренько. Оп. Оп. Вот. И короче. Получилось так что. Очень все было спонтанно снято. И поэтому. Ну как бы. Суть что просто. Вот как бы. Даже скорее про сам спектакль. А больше. Вот именно про. Самое место. Вот. Ну и про спектакль. Потому что отрывки спектаклей. В конце. Текст тоже. Как бы. Про идею. Спектакль. Ну. Как репортаж со спектакль. Не знаю. Как это назвать. По-другому. Вот. Я хочу просто посоветовать. Когда. У нас идет речь. О каком-то спектакле. О чем-то необычном. Необычном спектакле. Необычной постановке. Ну и вообще. Запуск спектакля. На сцене театра. Это. Новость. Они и сообщают часто. В новостях. Что такой спектакль. Начинается. Новая постановка. Но про учебный театр они сообщают. Не важно. Для вас и учебный театр новость. Я тоже люблю. Учебный театр. Они же ставят для себя естественно. Ну. Ничего страшного. У нас повод информационный. Якобы есть. Они поставили спектакль. Рассказ должен быть. Либо об этом спектакле. О его особенностях. О том. Что в нем такого. Что они хотели им сказать. Понятно. Что это студенты. Они тоже учатся. Они экспериментируют. У них есть задачи определенные. Которые они должны показать. Своим преподавателям. И сами научиться. Каким-то вещам. Вот. Собственно. Для этого они и ставят спектакли. Тренируются. То. Что они потом будут делать. Профессионально. В театре. Ваша задача. Показать. Что вот. Они тренируются. Смотрите. Вот так они. Стараются выполнять свои роли. Можно. Рассказать о какой-то роли. Каком-то. Актере. Его. Спросить интервью. Да. Да. Я очень любил. Потому что когда вышли. Пока я сообразил. Все уже уже. Там они ходили. Может быть. Даже тетка сидела. Режиссер этого. Можно было у тетки. Режиссера спросить. Это вот один вариант. Можно рассказывать о театре. студенческом. В целом. И о. Частности. Вот этом спектакле. Можно рассказать. Существует. У студентов. Свой театр. Они ставят. Специальные спектакли. Для того. Чтобы. Выполнить задание руководителя. Интервью с руководителем. Например. Можно здесь поставить. Спросить. Какие задачи. Они ставят. Перед студентами. Почему. Для чего. Преподаватель. Вам это расскажет. Потому что это работа. Преподавателя. Учить. Как правильно играть. Какие задачи. Как они выполняют. Справляются. Тут можно показать. Фрагмент спектакля. Там. Какие-то яркие моменты. Или неудачные. Где сыграл. Вот и ваш репортаж получился. Вы должны рассказать. Интересно. Зрителю. Для того. Чтобы ему было. Любопытно. Посмотреть. Ваш репортаж. В общем. Он не длинный. И мы посмотрели. Все тихонечко. Но. Содержание. В нем. Желает. Быть получше. Мы сейчас. Технически. Еще посмотрим. Вначале. Вот эта длинная панорама. Она. Вроде бы. Неплоха. Но она не заявляет. Что это. Театр. Фойе. Чисто фойе. Одним планом. Это маловато. Можно вход. Можно было. Несколько планов. Использовать. Не панорамных. Все. Как раз. Для того. Чтобы показать. Мы находимся в театре. Сейчас мы. Рассказываем о том. О том. Что добавить хотите. Да. Меня может разбирает. Мне кажется. Удачно было бы. Если бы ты. Вообще. Там пои очень симпатично. Там симпатично пои. Очень. А получилось не очень. И поэтому. Можно было. Снять. Вот. Там же ступеньки. Сначала. Можно было пройтись. По ступенькам. Сказать. Я поднимаюсь. По ступенькам. В театр. Я хотела, чтобы я была. Один раз. Я. Можно было быть в начале. Нет. Не хотела быть в начале. Хорошо. Здесь миллион вариантов. Давайте еще дальше чуть посмотрим. Это у нас лайф идет. Очень сильно упал. Скомпрессировать. Хорошо. 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 Давайте. Технически. Вот эта панорама. Она не нужна. Ее нужно было обрезать. Снизу тогда. Обрезать. Либо. Она просто вначале пустая. Вначале ничего нет. Да. Там стена. Причем стена такая. Вот. Ну да. Если бы от картины. Например. Еще как-то можно использовать. Но картина должна и нести тоже тогда смысл. Ну понятно. Либо просто сразу с лица начинаем. Сразу начинать. Потому что. Видно. Камера повернулась. Замешкались. Секундочку. Да. Но это же осталось. Это надо было спрятать. Отрезать просто. И в конце тоже самое. Да. В конце я встретил. В результате это особый жанр. С особой атмосферой. И даже с особенной техникой исполнения. Которой висит в молодые актеры. Они еще совсем по-другому. Сколько на сцену. И безумно наслаждаются. Каждый момент пребывания на ней. Наверное. Именно поэтому. Для зрителя. Особую удовольствие. Поставляем. Выдает. Такое действие. Можно было бы покороче. Да. Но по крайней мере у нас все вроде бы складно. Получается. Стендап подводит такое действие. И дальше пошло опять действие. Можно было дать маленький-маленький лайф. Чуть-чуть вот. И дальше опять за кадром рассказать что-то. То есть не обязательно лайф и все. Да. 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 Тиховатый-тиховатый синхрон. Ну почти ничего не слышно. И почему здесь внизу вверх вообще. Какой-то обстановки. Да просто. Я его заставляю. Этот человек он там работает. Я его заставляю. Гриш пожалуйста. Ты можешь нормально это сделать? Он. Я вот вас это верил. Он так и не смог ничего сделать. Просто встань нормально. Не самая удачная съемка именно этого человека. Это максимум. Я смогла из него выйти. А все ушли. Гриша ты уж что-нибудь не пора засказывать. А то есть это последний человек который остался. Это приятие моего друга. Вот. Короче. Я ему говорю. Гриш пожалуйста давай. Выдай мне хоть что-нибудь. Я ему. Надо было задать конкретный вопрос. А я ему сказала. Что надо сказать? Он такой. Нет, нет, нет. Внимание. Да. Можно объяснять. Если человек очень сложно вообще свои мысли формирует. Да. Ему нужно подсказать. Как сказать. Но в любом случае нужен вопрос. Вопрос можно задать. Чтобы на этот вопрос он мог ответить. Вот все. Может быть типа закатываем? Или просто. Да. Конечно. Его можно отрезать же потом. Ну не должно быть. Я не вижу в этом смысла. Так как есть закадровый текст. Ну да. И он говорит. Ну да. Мы поняли что он говорит. То что мог рассказать. Лиза скажи пожалуйста. Кем он там работает. Мы промотаем. Ну да. Блин они короче. Ну да. Ну да. Текстурок надо Елизаветы Тернеев. Да. А еще что хочешь сказать. Лиза ты просто для меня гуру монтажа. Потому что ты наложила свой голос на картину. Я вам советую использовать телефон. Потому что вам не надо компьютер использовать. То есть вы сняли все на телефон и сфонтировали в телефоне. Есть приложение iMovie. Оно очень похоже на то что есть сейчас в компьютере. Но оно достаточно простое. Что там можно сделать. Для начала вы просто снимаете на камеру встроенную в телефон кадры. Несколько разных кадров. В самой программе вы можете их подрезать. Разделять. А как записать голос. Вы просто записываете и еще одно видео. Ну просто держите рядом с микрофоном. Микрофон рядом с ртом. И надиктовываете. Другая программа где мы вчера делали. Там прямо. Я согласен. То есть ты нажимаешь на своё видео. То есть там выбирается такая цена панелька. И ты нажимаешь voice. Записываешь голос. Там можно даже несколько голосовых дорожек написать параллельно. Здесь то же самое. Здесь вы записываете просто видео файл вместе с аудио. А видео удаляете и все. Оставляете только аудио файл. И можете его спокойно поставить. Разрезать тоже в нужных местах. И в нужных раздвинуть. Это просто минимум. Самый который можно использовать. Вам больше не требуется. И в конце хотелось бы кроме одного длинного длинного плана. Ну там ещё несколько планов. Я понимаю наверное была сложность в том. Что вы снимали с одного места. И укрупниться было невозможно. Но для этого нужно было тогда встать. Подойти. Изменить ракурс. Или снять зрителя. К примеру. Который сидел рядом. Там даже не было ни первого ремонта. Там всё такое. Даже зрителя его не сняли никогда. То есть вы сидели не около прохода. Где-то в середине. Прямо в середине. На втором ремонте. Вот поэтому нужно всегда придумывать. Что вы будете делать. Если вам нужно будет выйти. Вообще конечно работать с оператором проще. Оператор же не садится на место и не сидит. Он стоит и может перемещаться. По залу. Или по там где происходит съемка. Но когда у вас. Вы как корреспондент. Должны понимать. Что иногда вам нужно будет встать. Подойти к оператору. И его попросить. Вы не будете же кричать через весь зал. Что нужно. Да. Это будет очень странно. Хорошо. Это хороший пример. Дальше будет только лучше. Так. Следующее. Я не видел. Вот это предыдущие. Я видел. Ааа. Слово я. Да сэндокируя. Так. Все тут. Все тут. Все тут. Такое. Да. Это просто не репортаж. Это не репортаж. Это не репортаж. Мы с вами находимся в середине. Волоку Московской области. Ну ошибались. Волоку. Зади меня увидите усадку. которая была построена во второй половине 17-го века губернатором Москвы Измайловым. Давайте пройдем и посмотрим на нее поближе. Декор здания разнообразен и богат. Это большие аршивные окна, высокие колонны, множество балкон. Творец поражает своей загадочностью и благораживает воображение. Южный фасад построен в классическом стиле. Украшает его колонны в виде прекрасных женских фигур. Недалеко от усадбы находится церковь Владимирской иконы Божьей Матери. Она построена в 1789 году архитектором Баженовым. Белокаменная церковь в стиле русской бортики не имеет в себе подобных. Это в тюмане для меня было эмоционально. Это все. Это все. Да, это все. Так, еще какие мнения? Давайте я вас сначала послушаю. Какие еще мнения? Ну, если я забыла репортаж, то музыка там была ни с чего. Ну да. Неправда. Вообще неправда. Не надо мне тут придумывать. В репортажах добавляют музыку. У меня мои корреспонденты постоянно жалуются, что иногда музыку какую-то дурацкую ставят. Так что такое бывает. Ну, может, просто музыка не у меня будет. Она слишком дрогая была. Да, она была слишком дрогая. То, что Маня слить в боку тоже, мне кажется, нехорошо. Ну, и тот клан тоже снимает в боку. И то, что так уходила бы тоже, мне кажется. Она ушла, и не надо было на уходе сразу, она в бок уже пришла. Ну, мне нужен был эффект присутствия. Ну, что... Давайте послушаем вас. Ваша задача, как вы это видели, что хотели рассказать? Да, ну, вообще... Не знаю. Это было очень забавно. У меня это был первый опыт. Мы снимали на камеру фотоаппарат. Там, конечно, качество не очень, но что получилось? Это было очень забавно, потому что, когда мы переснимали некоторые дубли, я просто ее выделилась, потому что у меня не получалось в некоторых моментах. Вот. Но я хотела сделать эффект присутствия и показать все, что есть вот в этой усадьбе. То есть, там ее со всех сторон нельзя было просмотреть, потому что там находится туберкулезный диспансер. То есть, нельзя его здесь снимать. Мы снимаем, где-то там это можно. Ну, я постаралась сделать какой-то репортаж, и вот эти вот переходы плавные, вот эти вот засветления. Я понял, так. Переход между... Мне не понравилось это засветление. Мне тоже кажется, что лишнее будет. Не надо. Вот я по поводу эффектов вам говорил, что не стоит экспериментировать с эффектами сейчас, потому что каждый эффект несет все-таки какой-то смысл. Почему? В данном случае эффект был применен, он не просто засвет. Если мы сейчас еще раз посмотрим. Ну да, он такое замывание. Он не только замывание. Планы мне нравятся немного. Планы некоторые интересные. Вот смотрите, что происходит. Как будто это грязью замазано. Грязь замазана или сейчас будет карта на первом плане? Ну, то есть, этот эффект сам по себе тоже несет смысл. Поэтому просто так его поставить нельзя. Вот мы поставили какой-то мультяшный эффект. Это не значит, что вы прям ошиблись ужасно, это страшная ошибка. Нет. Такие ошибки часто допускают. Люди экспериментируют первый раз. В этом нет ничего страшного. Просто поймите, что вот этот эффект явно не подходит. И он никак не подчеркивает стиль репортажа. То есть, тут они же разные бывают тоже, переходы. Их всевозможное количество. Почему их не любят использовать режиссеры? Ну, просто они универсальные все переходы. И они не подходят под большинство репортажей. Поэтому эффектов лучше вообще не использовать. У вас нормальная съемка. Так что эффект здесь не нужен. Да, чем проще, тем лучше. Тем более у тебя такие интересные. В репортаже. Репортаж, так как он передает атмосферу. Эффект в данном случае не уместен. Так как вы передаете реальную атмосферу, вы там были. Это не просто мультфильм. Это не то, что вы набрали кадров из архива и поставили. Чаще там эффекты используют. Всевозможные наезды, прыжки. Чтобы создать эффект, что это такое ощущение, что картинка вот такая вся динамичная. На самом деле она скучно и не интересная. У вас нормальная картинка. У вас она интересная. Вам не нужен эффект. Хорошо. Далее. Конечно, вечером снимать это была опять ошибка. Ну потому что, блин, приезжали после института и уже просто не было время. Я понимаю. Я понимаю. Мы как-то убивали в стране. У нас два разных дня. Даже два дня. Да, мы убивали время, чтобы не отвечалось. Молодцы. 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 Но это вообще правильнее. Вы же не можете отсветить целое здание ничем. Поэтому вам придется использовать солнце. Мы приехали светло, начали снимать первый кадр и второй кадр. У нас все хорошо. Мы начали снимать дальше. Мы понимаем, что уже темно и ничего не видно. Ну ладно. А я уже говорил на одном занятии, может просто вас не было, что снимать в сумерках, в начале, когда вечереет, самое плохое дело. Свет меняется каждые пять минут. Все темнее, темнее, темнее. И вы не сможете ничего сделать. Так что нужно снимать, пока солнце над горизонтом находится. Как только оно начинает садиться, постоянно уменьшение освещения происходит. Непрерывно. Но для этого нужно просто посмотреть календарь и время захода солнца. И все. И до этого времени нужно было успеть… У меня было время не после института. Я вас не виню. Это нормально. Хорошо. Вы сейчас снимаете для тренировки. Все прекрасно понимают, если вы будете снимать это за зарплату, вы уже поедете в нужное время. Когда у вас оно будет. А не просто так, когда оно у вас свободно. Про эффекты выяснили. Здесь планы… Вообще здание красивое. Видно даже. Даже вот так видно, что оно красивое. Но так как у нас солнышко с той стороны, то мы не видим его всю красоту. У нас здесь темно. Все темное. Мы не видим вот эти окошечки, вот эти вот все лепнины. Мы ее не видим. А с той стороны нельзя было снять, да? Да. Но это сама церковь. Ну, я имею ввиду просто сзади. Нет. Там где солнышко. Понятно. Ну, то есть, если бы солнышко светило с этой стороны, то было бы все точно видно. Даже заходящее. Почему-то у вас на проекторе очень плохо видно. Вы когда на камеру снимали, там все… На компьютере чуть лучше. На компьютере чуть лучше видно, здесь больше деталей. Ну, проектор – специфика просто такая. Так. По поводу музыки, я не буду ничего говорить, что какая там она подходит, не подходит. Все зависит от задачи. Репортажи, правильно сказали, бывают разные. Иногда она нужна, эта музыка, иногда необходимость в этом есть. Я не просил вас сделать музыкальный репортаж. Это личный. Это личный, да. Захотели, поставили. Смысл. Вот когда ставите музыку какую-либо, для чего? Ну, вообще, хотелось, что-то такое немножко загадочное, что-то волшебное. Потому что церковь – это готическая. Она единственная в своем роде, которая построена в готическом стиле. И хотелось бы передать какую-то, может быть, динамику ее такую вот… Ну, может, тогда надо было что-то более такое страшное поставить? Она не единственная готическая церковь. Она единственная готическая церковь. Не спорьте. Не важно. В смысле, где? В Москве. А здесь же собор готический. Конечно. Может, если это очень православное? Православное. А, православное? А, православное? Да, да. Католическое, наверное, я имею в виду, да? Да, есть. Ну, да, католическое. Мы просто когда снимали, слушали эту музыку, у нас как-то это все хорошо под нее получилось, и мы решили ее туда поставить. Такое бывает, но в данном случае она, видите, не срабатывает. Когда мы подбираем какую-то музыку, какое-то оформление вообще, не только для репортажа, а для чего угодно, вы не только о своих ощущениях задумываетесь, а и об ощущениях зрителя. То есть вот это именно песня, она лиричная очень, она явно не готическая. Вы понимаете, что она под эту задачу не срабатывает. Просто это фон, ничего не значащий в данном случае. Он не работает. Надо было подобрать именно ту музыку, которая в вашу задачу годится. Либо она такая грустная, что вот что-то тут у нас такое нехорошее. Там еще, видите, все закрыто. То есть она действующая вообще? Да. То есть там службы проходят. То есть вообще можно было поставить какое-то церковное песнопеяние подобрать. Нет, это не правильно. А почему вы так думаете? Нет. Не знаю. Для начала это бы что создало? Ощущение, что сейчас идет служба, и вы стоите рядом. А где она находится? Вечерняя служба в церкви. Это можно сделать. В церкви же не постоянно идут службы, правильно? Там же есть определенные часы, в которые идет служба. Но вы же не всегда можете приехать. А почему бы не подложить фоном тихонечко? Ага. Ну да. И это создаст сразу впечатление определенное. Либо наоборот, что все тут мрачно, даже колючая проволока намотана почему-то. Ну даже закрытая. Тоже там диспансер. Так, а вы говорите, службы проходят. А как тогда? Нет. Там где... Колючая проволока. Да, она не на самой церкви, она на усадьбе. То есть церковь стоит рядом с усадьбой. Понятно. Да. И мы туда зашли в качестве, ну как будто мы пришли кому-то из диспансеров. А в усадьбе там бы как раз диспансер. Да. Понятно. Интересно, почему колючей проволокой? Причем так как-то она странно натянутая. Ну вот так вот. Этот вопрос для журналиста должен быть в первую очередь интересным. Почему? Почему вот так? Ну ладно. Я не знаю. Видите, как будто все растаяло, провалилось. Тут уже усадьба пошла. Да? Да. Он большой. Мы с вами находимся в селе Буково Московской области, Раменском районе. Я тут так часто моргаю вообще. Я бы сказал, дай смотреть. А тут не видно, как вы моргаете. Да что, что не видно? Мы находимся с вами. Не бойтесь вставать в кадр. Не надо себя прятать в уголочек. Ну, может оператор просто не знал, как вас лучше смотреть. Он просто хотел, чтобы видно было это здание. Он же не мог меня лицом и так вот... Вот смотрите, вот что здесь. Здесь деревья и здесь деревья. Вы вполне могли встать вот здесь. Ближе к камере могли встать спокойно. Вот это все закрыть. И вот у вас видно все. Да, это горизонтальная съемка. Там все горизонтальная съемка. Очень хорошо. Так и надо сделать. Так и надо снимать. То есть не бойтесь, не прячьтесь. И более динамично не бойтесь повернуться и пойти. Вы записываете стендап, вы ведете за собой. Я не только боялась, я пошла. Но подождали. Очень скромно. Очень скромно, да. Нужно было... Здесь, в принципе, нужно было тогда еще один план поставить. Диспанс. Вы повернулись, пошли. И можно было показать еще один план, как вы идете, например. По листве. Ну, к примеру. Это, конечно, уже не репортаж, так как нужен закадровый текст в данном случае. Сзади меня увидит усадьбу, которая была построена во второй половине 17 века губернатора Москвы и Смайл. Давайте пройдем и посмотрим на нее поближе. Вот здесь переход, ракурс. Сейчас мы о нем тоже чуть-чуть поговорим. Переход, вот этот эффект, он здесь спрятал то, что не смонтировался никак бы у вас. Так как вы идете и вдруг стоите, ракурс снизу, опять усадьба. Два плана. Они бы не склеились. Вы бы это заметили, если бы не было этого эффекта, так как он спрятал это все. То есть, надо было как раз планчик какое-то укрупнение поставить. Либо укрупнение усадьбы, там окно, да, горящее, либо какое-то… И тогда бы перешли к следующему стендапу. Но образовалась бы в результате между двумя планами вашим стендапом, как вы повернулись, довольно большая пустота. Там ничего бы не было. Надо было тогда закадр какой-то поставить. Либо вот музыка. Если у нас такой культурно-просветительский репортаж, такие тоже есть. Так что не бойтесь. Но это не значит, что в каждом репортаже нужна музыка. Вы понимаете, что у нас есть репортажи из театров, где уместна музыка и всевозможные песни чуть ли не. Да? С концертов. Но есть репортажи, где мы должны показать что-то. Мы должны передать смысл, атмосферу. Значит, не должны лишнего добавить. Если мы поставим песню популярную какую-то, да, Леди Гаги. Ну, она несет свой смысл. А этот смысл тогда привяжется к вашему репортажу. Он изменит ваш репортаж. Получается, это не ваш репортаж, а Леди Гаги. Ну, вообще, вот такой ракурс, он допустимый? Ракурс любопытный. Темно, конечно. Лица почти не видно. Ну, это да. Это реально что? Лица почти не видно. У нас просто не было ни штатива, ничего. И тряслись руки у человека, который меня снимал. И поэтому он поставил мне на сумку. На сумку. На сумку. Не бойтесь, не бойтесь. Во-первых, сейчас такая тенденция, что стараются штатив практически не использовать. Все-таки мобильность съемки быстрее снять. Главное, чтобы кадры были запечатлены, записаны. Это сейчас превалирует. Да, со штатива нужно снимать, когда вещи действительно неторопливые. Штатив помогает картинку держать стабильной. Зрителю будет приятнее смотреть. Но сейчас снимают и с рук, и снимают с моноподов. Это тоже штатив. Просто у него одна трубка. Она имеет точку опоры. Его можно поставить на землю, держать рукой. Получается тоже стабильно, но не так. Стабильно, как обычный штатив, который вообще неподвижен. Неподвижно стоит. А монопод можно еще опускать, поднимать и так далее. То есть, это более мобильное устройство. Но сейчас не об этом. Я вас не заставляю снимать со штатива, покупать что-то. Это не наша задача. Наша задача разобраться, как лучше и почему. Вы сейчас корреспондент. Очень хороший пример. Вы корреспондент, и у вас есть оператор, как все по-настоящему. Будет и так же в жизни, в работе. Такой план, в общем-то, уместен. Он показывает здание, которое не влезло бы в кадр по-другому. Да. Просто-напросто. Можно было чуть крупнее взять. Потому что очень много здесь пространства, которые просто лишние. Но это чисто по построению кадра было бы интереснее. Чуть крупнее взять здание и так далее. Если бы оно было какое-то, как Эйфелева башня. Но как его еще снимешь, когда рядом стоишь? Только вот снизу вверх больше никак не снимешь. Это здание, конечно, не Эйфелева башня. Не выгодный ракурс ни для какого человека. Только для здания. Надо было, наверное, снять так здание. Ну да, здесь можно не делать стендап. В данном случае можно. Ну иначе тогда опять фон был бы таким же, как и предыдущий план. То есть общий. Ну да. Хотели, хотели, придумывали, да? Пытались придумать что-то интересное. Да, конечно. Здесь надо было тогда еще поразмышлять как-то. Еще вариант перебирать. Но это попытка засчитана. Дальше. Мы пригласим лучших архитекторов того времени, Баженовой и Казакова. Вот съелось, да? Эффект вот этот съел часть текста. Ну, надо было заметить и удалить этот эффект. Потом пошло у нас здание. Это большие аршивные окна, высокие колонны, множество балконов. Творец поражает своей загадочностью и будоражит воображение. Южный фасад построен в классическом стиле. Украшает его колонны в виде прекрасных... Черный переход тоже необязательный. Там была хорошая склейка. ...находится церковь Владимирской иконы Божьей Матери. Она построена в 1789 году архитектором Баженовой. Вот, кстати, у нас вначале была заявлена церковь, мы ничего о ней не сказали. А сейчас мы к ней вернулись. Подготовка такая. Подготовка. Ну, вы понимаете, что это не слишком выстроено получается. То есть, человек увидел здание и уже забыл о нем. Вдруг вы опять показываете это здание и начинаете рассказывать. То есть, здесь такая неувязка получается. Надо было либо показывать какие-то... Ну, как-то связано должно быть все. Нужно было связать... Самый первый план, так как он самый первый, то что человек видит в вашем репортаже. Он был какой-то смысленный. А в результате получилось, что это чисто зарисовочный план. Только для создания. Я нахожусь здесь. Но потом ваши слова. Мы находимся у усадьбы. И забыли уже про собор. Упущение. Нужно было тогда собор не заявлять еще, а потом его показать. Тогда очень так красиво было, что вы решили поставить это на первый план. То есть, эмоции перевесили. Ну, возможно, да. Не стоило. Не стоит злоупотреблять эпитетами. Замечательный, великолепный, поражающий. Вас смотрит зритель. Да, поражающий, великолепный. Ну, здание красивое. Но эпитеты должны быть подтверждены чем-то. Сами по себе они ничего не говорят. Почему? Да, вы сказали. О, там арки такие, столько балконов. То есть, действительно, сложное по себе по архитектуре сооружение. Действительно, оно удивительное. Как вам такое построение? Ну, да. Лучше? Ну, да. Ваши же слова. Просто подтвердите их. Белокаменная церковь в стиле русской готики не имеет в себе подобных. Белокаменных не видно, к сожалению. И потом, вот следующий план у нас сразу, да? Вот здесь, вот здесь что жаль? У вас про церковь закончилось, это уже не церковь, как я понял. Но сначала-то я подумал, когда первый раз смотрел, что это церковь и на ней. Нет, нет. Вот видите, а зритель, это как я, он так же не будет думать, а мы переместились? О, как я понял. То есть, надо было опять заявить здание и потом уже переходить. Либо это должен быть закадровый текст, где вы говорите вот об этом, то, что сейчас видит зритель. То, что тут находится диспансер. Нет, нет, не обязательно именно так говорить. Зритель понимает, что он видит. Вы можете сказать, как мне, да? Что здесь находится диспансер и здесь закрытая территория. Не говоришь о проволоке, мы ее видим. То, что здесь нельзя просто так шляться. Вот, собственно, то, что стоило сказать. Это, может быть, как раз здесь музыкальная вставка, она лишняя. Можно было небольшой текст продолжить и рассказать об этом еще. Так, что у нас? А, все. Последний план. Ну, опыт хороший. Опыт хороший. У тех, у кого еще нет своих роликов, пожалуйста, вот вам примеры. Не бойтесь. Создавайте свои работы. Мы посмотрим, обсудим. Вы сделаете лучше в следующий раз. На самом деле очень сильно меняет голос. Вообще. Сильно меняет? Я не думаю, что у меня такой голос. Для начала мы слышим с вами голос, который еще в нашем черепе резонирует. Который мы всегда слышим свой голос иначе. Ну да. Никак на микрофоне. То есть, вы как здесь говорите, так же вы здесь говорите. Да ладно. Абсолютно. Не бойтесь. Привыкайте. Слушайте записи с себя. Записывайте себя на что-нибудь, на диктофон и слушайте, как вы говорите. Так, у нас еще есть ролики. Тихо смотрим. Почему там подпись? Ничего страшного. Все подручно. Ты преследовала девушку? Да. Такой голос. Какой 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 голос. я знаю в чем моя самая главная проблема у меня слишком мало было видео я думала что я много видео чтобы потом нарезать теперь понимаете что тише-тише-тише так кто-нибудь хочет прокомментировать переходы опять вам понравилась атмосфера атмосфера забавная я вам говорю что будет допускать те же самые ошибки как и ваши коллеги собственно есть мы сейчас их опять озвучим те же самые ошибки которые мы разбирали на прошлом занятии хорошо у нас первый план заявочная девушка идет 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 она сожалению уходит не в ту сторону понимаете когда вот такой план выставить быстрее у нас девушка в этой части кадра но она туда уходить но никак не должна здесь пустовато она сюда должна уйти я понимаю что вы привязаны к реальности грамотная построить карта с девушка должна идти 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 уйти сюда мимо камеры туда оставляется ведь какая пустота я имею ввиду пустота вот это вот тут ничего нет там до деревья люди а вот это что но он информативный да в нем смысла много нет дальше так девушка вышла из-за забора но она не ушла в первом кадре во-первых такая же по вот даже можно линейку приложить да вот такая девушка и следующий кадр абсолютно такая же идет другую сторону до места поменялось да фон изменился но герой остался того же самого размера мы никак не не укропнились нужно было что сделать можно было позволить ей выйти из кадра совсем чтобы она вышла до конца и уже следующий кадр может начинать так условно но желательно сделать другую немножко крупности или ракурс вы могли чуть-чуть проследить за ней или снять как она идет вы же хотели просто передать что она идет не хотели куда она идет передать то что тут тут собственно неважно куда правда сам ролик об этом нам ничего не говорит то здесь направление опять резко изменилось не непонятно куска не хватает здесь тоже сразу вы выйдете да не идет опять вышла из кадра но вот эти вот да вот это склейка идет 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 да вышло но потом вдруг другой дорожки посередине другой дорожки идет она что можно было сделать она могла войти в кадр на более крупном ракурсе когда крупней выглядит и пройти либо вам нужно было сместиться как по-другому то есть движение должно было быть продолжено вот она вышла вошла как в калитку прошла чуть дальше а тут просто непонятно откуда она идет вот с этого момента вот этот момент непонятен откуда она вот стартанул то я уверен что вы просто снимали давай иди вот она стояла и пошла вот то есть такое впечатление создается но это этого не должен видеть зритель вы должны это спятать так проследили вот этот план явно да вот совершенно не подходит почему у нас фон дорожка перспектива в ту сторону уходит девушка идет и вдруг она стоит боком на этой же самой дорожке перспектива не изменилась здесь очень яркая белая дорожка нас не обмануть и ракурс другой да то есть не нужно было заставлять ее поворачиваться нужно было самостоятельно подойти и изменить в расположении как я вам говорил камера должна двигаться не нужно заставлять в данном случае двигаться героя иначе вы можете ошибиться вот чем проблема то здесь у нас крупность изменилась но не извини изменился фон не изменился не изменилась перспектива фон так допустим девушка смотрит да на парк допустим конечно очень странный план очень странный потому что движение много несколько использована идет панорама от парка потом вниз по дереву потом вырезка вверх то есть не нужно было так много нужно было либо панораму от парка оставить то есть надо было остановиться на чем-то и все либо подрезать при монтаже этот момент не нужно было оставлять причем было бы хорошо как раз девушкой которая дальше замерзает просто подрезать вот этот момент вот здесь стоп и был бы хорошая склейка а сейчас она такая рваненькая вот тут немножко движение рук не попали да то есть она поднесла руки к лицу хороший план но сразу рука внизу и одевает перчатку то есть нам нужно было вот вот сняли это ракурс да она греет рук у нее одна рука в перчатке просто допустить было на крупном плане опустить руки и надеть перчатку все то есть не хватает маленького кусочка так счастливая девушка а почему у нас вертикально вы видите что здесь очень мало да тут ноги идут но я же говорил не нужно снимать вертикально не нужно было брать выкинули бы этот план не брали бы дальше так идут и будет хорошо кстати вот еще двойное двойное дно у этого видео у нас кадре одна девушка и вдруг у нас четыре ноги а дальше опять одна девушка девушка с четырьмя ногами она прикольная ускоренная допустим здесь я от вас не требовал конкретных вещей просто правильные грамотные склейки ускорение вот когда мы в таком виде делаем она очень мультяшно получается человек быстро как будто делает я понимаю что вы хотели просто уместить как она собирает этого снеговичка так как если бы мы взяли там пять секунд то это бы она не успела собрать но можно было взять пять секунд последний как она доделывает снеговичка не обязательно целиком понятно что был скот сделан первый комочек второй третий то есть это можно было не показывать а просто показать последний когда она втыкает там ручки и все это было вполне достаточно потом очень странный переход переход ну ладно тут опять со снегом возня но переход почему вот этот вот такой вот светящийся что он означает фишка ну какая цель у этого перехода где бы то что она слепилась нигде века потом и он взорвался не взорвался но эффект такой вам показать его взорвался ну посмотрите еще раз где все взорвалось то есть здесь явно план не продуман переход планов не продуман но дальше более-менее нормально панорама девушки здесь вот забавный момент в конце да и могли бы снять еще раз ракурс ее радостного лица чуть-чуть крупнее сбоку чуть-чуть она бросает уже мимо вас ну понятно камера просто может быть с разных мест вот смотрите в данном последний момент он интересный но вы могли бы и дальше его развить может быть он пришел просто последний момент почему субъективная камера вы вместе с девушкой на прогулке в данном случае это играет в последнем плане вы уже как человек она бросает вас снежки субъектив и дальше могли бы тоже подглядывать там смотреть то есть вот это вот игра то что камера это друг в котором прогулка можно было продолжить но она только в конце получилась такая игра до этого незначительно в некоторых местах где она улыбалась или просто дурачилась надо было тогда побольше таких вещей просто есть вариант когда камера просто наблюдатель такой сторонний независимый и когда камера этот человек который вместе просто снимает совместное видео на камеру то есть можно было себя тоже задействовать допустим ваша рука могла присутствовать в кадре ну представьте себе это просто взгляд вашими глазами камера это ваши глаза вы можете руками там что-то помогать делать там собирать снег или вот как раз там за ручку идти но к примеру то есть можно было бы эту игру продолжить это вариант просто в конце вот получилось весело но потому что сам по себе задумка забавная да репортажик еще здравствуйте уважаемые телезрители сегодня мы ведем прямой репортаж из санкт-петербурга где сегодня 19 октября выпал снег но граждане жители северной столицы не отчаиваются и также влияют по прекрасному парку победы даже не только местные жители но и москвичи меня уже попросили даже сфотографировать жители из украины но несмотря на внезапно изменившиеся покутные условия и выпавшие осадки уточки все равно не покидают своих привычных местопитаний пруды реки и озера словно это вовсе не зима выступили словно они не уютки которые тоже можно встретить парк победы неоднократно андрей что вы чувствуете не был первый снег ну наверное радость все уже соскучилось по снегу спасибо вам радость все уже соскучилось по снегу спасибо вам отличный день уважаемые что вы можете сказать вам только с такой снегом вот мы встретили еще двух жителей с Санкт-Петербурга итак девушка, пожалуйста, Лена, Екатерина итак, Елена, Екатерина, что вы скажете, какие у вас впечатления по поводу первого снега в Питере но вообще я знала, что он будет в прогнозе, погоду посмотрела а так вообще круто но он скоро растает, поэтому будет не очень на самом деле, я не знаю, что с твоей, потому что она всегда говорит то, что я хочу сказать с твоей вот, но мне, я безумно, даже вышла свою специальность в проекте, это снег потому что я хочу, мне очень нравится снег пусть он растает, но все равно снег это круто спасибо вам, Анна по итогам опроса оказывается, что снег был весьма ожидаемым мероприятием и не вызвал никакого резонанса так как у пользователей Инстаграма Москвы вся лента была залита фотографиями первого снега итак, подводя итоги нашего интервью, нашего репортажа я хочу сказать то, что преимущественно люди довольны тем, что выпал снег с вами была Третьякова Екатерина спасибо за внимание, до свидания а ты съешь свой микрофон или нет? нет так, ну вы видели, давайте, она готова я делала очень длинно в начале ну еще и в Украине, да, и в Москве еще какие комментарии будут? креативно ну не качественно, просто креативно просто креативно все, да? есть и репортаж, и интервью это очень здорово ставку с нашлайками, что из Инстаграм было прикольно мне кажется показать что-то из Инстаграма? ну, то есть, кто, какая говорится типа статистика ну, статистика тоже хорошая вещь, да можно было ну, понятно наполнение репортажа репортаж о чем? о первом снеге о люди что делают? что нам говорят? комментарии по поводу первого снега впечатления не, ну, конечно у меня была идея позвонить у ЖЭК спросить у них ну, взять интервью ну, питерский, естественно на ЖЭК там по поводу того как они будут справляться с первым снегом готовы ли они к этому и так далее но я подумала, что интервью у людей простых смертных взять намного проще и интересней чем разговаривать с работниками ЖЭКом там еще были другие варианты как бы преподнести этот репортаж о первом снеге но у меня почему-то показалось ну, наиболее таким приятным предприятием ну, такой очень легкий репортаж то есть вот задача была такая ну, вообще впечатление от такого репортажа у вас какая? от меня? от моего репортажа? да, ну, когда вы его задумывали как вы его планировали это было спонтанно? да, это было спонтанно просто записать репортаж о снеге а в чем задача вашего репортажа? ну, информационный повод то, что выпал снег и, собственно говоря, и донести до общественности то, что выпал первый снег но они и так это видят когда просто выглядывают за окном вы это не видели? хорошо, я не буду придираться к таким вещам репортаж задачу должен был какую-то нести просто рассказать о том, что выпал снег этого маловато ну, просто сама по себе маловато нужно было еще рассказать о вещах с чем связано это то есть какие погодные изменения могли произойти к примеру приинформировать людей нужно было об этом либо это выглядит как-то необычно собственно информационный повод не только в том, что выпал снег а еще и в том, что изменяется ситуация на дороге, например о том, что людям нужно определенным образом одеваться о том обычно, необычно это для Петербурга ну, это я уже утрированно говорю, конечно снег это в общем-то это обычное для нас дело если у нас полгода зима но, к сожалению да, он веселый репортаж но это все-таки не информативный не информационный репортаж информации в нем мало то есть это зарисовка такая да, это в репортаж тут есть стендапы тут есть даже интервью такое условно можно сказать интервью я думаю вы тоже понимаете почему тут есть атрибуты репортажа но это не информационный материал не новостной скорее развлекательный ну, разве нет? так задумались но он развлек он развлекательный не новостной но у нас была задача сделать репортаж я же не просил репортаж сделать конкретный да поэтому мы видим то что просто пришло в голову и собрали недостаток лишь в том что здесь много технических таких моментов которые лучше было бы убрать, спрятать и поправить переделать потому что в целом он веселый и забавный но много что смущает и там звук есть надо убрать ухожая вытащить вот здравствуйте уважаемые телезрители точно никогда не будете говорить если вы просто корреспондент если у ведущей передачи если это ваша передача то скорее всего вы так скажете если это передача но мы же говорим о репортаже значит это все-таки не передача и здравствуйте зрителей не нужно говорить за это вас за это зрителю скажет ведущей передачи дальше дальше еще вот когда репортаж у нас идет если он выходит в день записи то уместно какие-то даты еще сообщать а если мы смотрим его потом сегодня такого-то числа мы смотрим уже не сегодня уже какой-то запах только чем может окно думаете из окна может это Алинин здесь тоже пахнет может в урну кто-то кто-то бросил что-нибудь что снег ты чувствуешь запах я же сказала что он сейчас взорвется я все-таки взорваю это шутка возможно это с улицы нет это от него но мы дыма не видим дыма не видим ну нет всем это столице не отчаивайтесь даже для прекрасной победы даже в местной жизни ну подготовиться чуть-чуть надо было текст себе проработать все-таки из головы трудно идет да в этом нет ничего ужасного страшного тренируйтесь просто тренируйтесь тогда текст будет лучше идти и можно было остановиться на каком-то моменте он действительно долго идет стендап 18 секунд в данный момент это не самые длинные стендапы естественно бывают и длиннее но вам не нужно было делать очень длинно можно было просто покороче не нужно выросли я не хочу выросли не выросли выросли на западе 6 и выросли к сожалению непонятно что можете сказать что там было в тексте потому что очень перегружен звук я у меня есть такая проблема мне сказали на первом курсе и я этой проблемой вечно оправдываюсь потому что я совершенно не умею писать текст то есть у меня ну нужно же тренироваться как ты ты умеешь нет не умею говори то прости я верю в футбол а значит чего какой здесь текст был несмотря на внезапно неизменившиеся погодные условия выпившие осадки уточки все равно не покидают свои привычные места питания пруды реки озера словно это и вовсе не за мной наступило словно они не утки а белки которых также можно встретить в парке Победы это неоднократно ну в общем все подходит под картинку все подходит уточки белочек не знаю нет наверное но возможно где-то прячутся там девочка появилась она похожа на белочки а то есть вот такой у нас ассоциативный ряд ну это не нужно было просто выбивается из общей канвы сейчас идет довольно серьезный текст ну нормальный нормальный серьезный нормальный текст а все таки смысл уже несущий и вдруг мы видим это естественно вызывает смех хотели бы чтобы над вами смеялись над вашими словами над вашими в том числе так как вы сейчас говорите и в кадре тоже вы да а музыка зачем я не знаю я хотела но она не нужна в данном случае она не нужна мне просто так для себя хотелось ее вытащить но в итоге я так ее не вытащила нормальный чтобы и звук был нормальный у этого мальчика который разговаривал чтобы музыка была прикольная ну там в принципе была какая-то смысловая нагрузка музыку надо было на самом деле удалить но я в 6 утра уже просто сидела и думаю сейчас будет будет ладно вы осознали что музыка не нужна я разговариваю вот эти все моменты спасибо большое за интервью это не нужно никогда показывать зрителям просто потому что это лишняя информация которая которая явно не интересна зрителям вопрос если этот вопрос никак не был отражен в подводке то есть в том тексте который перед синхроном идет то вопрос можно оставить если вы можете сказать в тексте до синхрона вот что думают люди там петербуржцы о выпавшем снеге и все вам не нужно уже оставлять вопрос который в кадре потому что он по качеству здесь будет записан не лучшим образом у вас будет микрофон в виде даже не в виде а из снега вы записывали на телефон поэтому качество звука здесь хромает у вас же не было никаких петличек но я не требовал от вас этого я просто рекомендую если записываете на телефон то не нужно далеко вставать от человека или вот так брать кадр потому что он говорит направление речи сюда воздух со звуком идет сюда а вы стоите далеко оператор стоит далеко и просто напросто звук очень некачественный можно крупнее взять человека подойти вот так к нему будет лучше слышно видно все будет тоже хорошо то есть вот когда вы стоите непосредственно напротив человека вот так записывайте так в общем то всегда записывают интервью просто бывает что спикер один а операторов много тогда спикер ну вы видели наверняка вокруг кучу камер и такие удочки еще либо сверху либо снизу обычно снизу чтобы в кадр не попадать никому получается для чего это расстояние нужно чтобы как можно был больше радиус окружности и вдоль этой окружности выстраиваются операторы и у всех у них получается хороший план они друг другу не мешают а если слишком близко подходят к спикеру то получается что когда камера одна снимает с одного края другой оператор в кадр попадает но это уже не очень хорошо и удочки снизу так как речь у нас и воздух со звуком выходит вниз удочку снизу обычно подводит это удобно то есть сверху понимаете она может и попасть в кадр кому-то просто напросто случайно то есть вот такое построение вам лучше пока вот такие ракурсы не снимать я понимаю что хотелось создать продолжить вернее линию юмора с микрофоном с живым интервью таким но для репортажа можно было и просто записать человека либо сначала на вас камеру говорите вопрос свой как ваши ощущения от первого снега и потом камера поворачивается уже к человеку просто монтажно склеить снять два плана да и монтажно склеить его ответ и все вот видите здесь скачок был сейчас это не то что я включил а там была действительно склейка это нечаянно почему-то я не знаю почему я это потом наверное что-то вырезали какой-то кусочек я просто продублировала наконец-то вот это вот его впечатление ага или я просто я просто говорила именно о то что не надо вот этот вопрос и так далее очень далеко не слышно ничего ну то есть этот кусочек в браке потому что по звуку ничего не понятно там будет лучше да но в данном случае мы ничего не слышим даже вот я на максимум вывел все ничего не слышно это ну как там ветер был и до в смысле снега ну далеко стояли для того чтобы поместился еще и памятник то нужно было действительно встать далеко а для того чтобы снять вас близко нужно было залезть на этот памятник ну это было невозможно и потом опять же следующий план опять вы в кадре сразу в другом уже месте то здесь явно нет какого-то нормального перехода скачок получился ну а как же монтаж где монтаж нужно было показать уточек переходной план необходим мы же монтируем все грамотно просто вообще какой-то любой план нет почему любой сейчас мы переместились к пруду раньше мы где были вот так можно было это показать а если бы не было памятника можно было бы сначала этот мальчик а потом вот этот можно было да можно было и даже можно использовать перебивки это у нас снег на листве то есть дополнительные кадры и они будут стоять прямо на словах человека для этого нам еще нужно слышать человека чтобы его так закрыть это нужно было сразу вырезать нужно было начать с того ну вот да вот все это проделали узнали их имена и потом уже говорите там Лена и Екатерина тот и тот и тот вот зрителю не нужно чтобы спикер представлялся вы можете представить уже просто заранее спросить можно сделать за кадром можно просто было отрезать в данном случае вы спросили просто отрезаете с этого момента и начинается ваш вопрос и уже обращайтесь к людям называя их имена все вы их представили зрителю больше не требуется на это время не надо много затрачивать не нужно на этом акцентировать внимание что вы скажете какие у вас впечатления в первом сцене какие-то вообще я знаю что у меня тут продвижен под это посмотрел ну да да вообще что ну старая поэтому не хочет на самом деле я не знаю что стоит потому что я хочу сказать но мне я не могу вы слышите сказать мне очень нравится я знаю что я знаю вот второй когда вторая девушка начинает говорить вначале она говорит вещи которые не относятся к вашему репортажу абсолютно но она просто подколола свою подругу правильно вы тоже хотите это оставить но это не имеет смысла это не имеет отношения к вашему репортажу про снег можно было подрезать эту часть но по-хорошему она не информативная уколоть другого человека публичным почему уколоть наоборот сказать насколько они похожи какие они хорошие подружки и как у них сходятся мнения по поводу ну вот видите у нас разные мнения насчет того кто про кого как сказал то же самое будет и у зрителя все таки нужно вычленять только самое важное для зрителя чтобы все работало на вашу идею про снег все остальное что он вам расскажет о том как сегодня позавтракала и что выбрала себе одеть это не важно для зрителя для зрителя важно только о том что вы хотите рассказать про снег и подрезать надо было спасибо вам огромное это вы можете сказать за кадром лично а то получается вы от имени зрителя говорить спасибо вам огромное ну зрители так спасибо тоже так подумают но вообще это забавно про инстаграм забавно можно было показать покрупнее эти фотографии можно ну конечно что дальше не вызвало если все забомбили фотками первого снега не бомбили а в Питере а в Питере то есть не в Питере вообще спокойно к этому отнестись я даже потом в инстаграме смотрела первый снег статистика это любопытно это то что явно зритель может не знать и вы как раз сообщать ему информацию которую он явно не знает и которая ему не факт что нужна про инстаграм это просто забавно это просто забавно потому что действительно в Москве люди радуются всему первому солнышку первому снегу там чему угодно и сразу куча фотографий по этому поводу возникает это хорошее замечание надо было просто побольше картинок показать да вы показали одну страничку там несколько фотографий можно было их покрупнее показать поменять поставить просто подряд несколько фотографий и вот здесь как раз эффект перехода имеет смысл потому что картинки статично они не двигаются и можно микс между ними поставить все они плавно переходят одна в другую вот здесь имеет ну это право а тут наверное надо было от инстаграма сделать какой-то переход как я оказалась напротив продал опять да ну почему вы так думаете я знаю ну да я по моему прошу после исхода ну на инстаграме вас же нет значит чем с того это смена такая смена темы в общем то да происходит но это не значит что настолько вы должны подходить кропотливо к каждому моменту чтобы вы появились в кадре конечно же нет смена темы это нормально просто она плавная смена темы сейчас завершающий стендап который подводит итог вашего репортажа правильно ну вот а как бы вы перешли от инстаграма к стендапу я тоже особо не знаю можно было можно было конечно эффект какой-то придумать записать себя в инстаграм часть видео залить начало а потом уже вы продолжаете примеру но это это просто вариант есть и другие ну и последний стендап нашего интервью нашего репортажа я хочу сказать то что преимущественно люди довольны тем что выпуск нет совпад петербург мне очень нравится спасибо но это было невозможно ни обрезать ничего не сделать да это надо было перезаписать да просто еще один дубль спас бы все нужно следить за тем как вы ведете себя в кадре это невозможно смотреть в кадр я постоянно мимо моя подруга говорит как смотри в этот правильно в камеру я постоянно отхожу глаза это еще более менее нормально я снимаю вообще где-то там но начнем с того да вы правы смотреть в такую камеру это проблематично да вот это маленький глазочек даже не в этом проблема просто смотреть в камеру это нереально мне постоянно хочется отвести глаза то есть потом потому что вы просто не привыкли к этому можно такое себе правило придумайте самостоятельно камера это человек вот вы смотрите на человека и говорите ему то что вот собираетесь передать какую информацию вы же не будете мотать головой от человека которому что-то рассказывать вы же ему говорите значит надо более более себя сдерживать концентрироваться а что делать придется стендапы будете писать наверняка а работать всегда нужно в камеру мимо камеры не прокатит но это будет просто странно выглядеть когда причем не такие были примеры когда корреспондент записывал по стендап и говорил мимо камеры графе что кучу жмем камеры все дубли мем камеры вот так вот так представляете все это не профессионализм нужно тренироваться ваша задача все-таки научиться но это опыт просто один стендап второй трех четвертый я потихонечку потихонечку все будет еще одно видео Так лицам старше... младше... Сейчас будет смена планов. Всё, да? Закрываем. Мальчик! Вот ты вообще ленивая. Что? Или ты её нарезала? Я нарезала. Другие песни. Ну руки трясутся. Всё трясутся. Да, блин. Это главный персонаж моего видео. Всё. Ну вот, вы посмотрели. Давайте ваше мнение. Ну как? Это у нас нарезка просто для монтажа, для демонстрации возможностей вашего монтажа. Не знаю, как сумму получилась. Автор согласен. А должно было получить сумму. Как запланировано, конечно. Как запланировано. Здесь это всё-таки не репортаж. Здесь неважно нам было выстроить какую-то линию новостную информационную. Здесь просто как планы монтируются показать. Как вы это поняли. С GoPro, так как съёмка была на GoPro, большие проблемы. Дело в том, что у GoPro не меняется угол обзора. И она всегда снимает широким углом. Всё. Всё. И здесь сказать крупный общий план очень тяжело. А почему? Если только совсем близко. Если только совсем близко. То есть всего два варианта. Здесь не получится снять, ну можно залезть куда-то высоко, снять общий план. Но GoPro всегда снимает общий план. Угол обзора огромный. Только подойдя очень близко к человеку, можно снять крупно. Ну, были здесь такие моменты. Поэтому смонтировать из GoPro, тем более вот в таком режиме, вот в такой съёмке, очень и очень тяжело. Вариант с GoPro очень тяжелый и как-то не получился. Ну, материал такой взяли. Я предлагаю вам сделать из другого материала. Либо в GoPro есть режимы, когда вы можете выбрать угол, с которым снимает камера. Там есть wild, low. То есть уменьшить вот этот угол. И снять всё, что угодно. Съёмка сама по себе забавная. Но она плохо подходит для демонстрации ваших способностей. Я, честно говоря, просто пыталась что-то нарезать из видео. Никогда этого не делала. Ну, это уже шаг. Это уже хорошо. Я думаю, шаг. Здесь сразу понятны проблемы. Люди всегда одинаковых размеров и всё-всё-всё. Когда действие происходит непрерывно, очень тяжело это потом совмещать и монтировать. Вот, допустим, вы подняли на таком штативе наверх. Ракурс не меняется же. Правильно? Вот здесь поменялся. До свидания. Здесь поменялся ракурс, нижняя точка. Там человек крупно был. Эта склейка ещё более-менее смотрится. Но первая склейка, вот эта. И следом она не годится. Он в вашем виде. Помните, мы с вами говорили о перспективе, о расположении фона за героем, о котором у нас идёт съёмка. Здесь у нас нет героя. Но это не важно. Не обязательно должен быть всегда герой. Но мы должны понимать, что даже со сменой людей, которые в кадре находятся, фон тоже должен определённым образом меняться. Определённым образом это считается ракурс наклона горизонта должен измениться. Для того, чтобы это не казалось скачком. Это должно быть комфортно. Переход должен быть комфортный. В данном случае у нас даже есть линия горизонта, которую мы визуально можем прочертить. Это уже следующий кадр пошёл. Когда над людьми у нас видно даже линию горизонта. Потом, да, у нас идёт постройки, но тоже видно, что сверху на человека камера направлена. То есть линия горизонта осталась там же. Мы хоть её и не видим, но мы понимаем, где она. Нам нужно было это изменить, то есть изменить сам ракурс. Тогда это смотрелось более живо. Когда снимаем вот репортаж о таких тусовках, где много-много людей, где очень сложно глазу за что-то зацепиться. Где действительно происходят действия, и они не связаны друг с другом. Здесь нужно тогда использовать такие переходы через крупные планы, какие-то детали. Тогда создаётся больше движения. Да, вы показали, много людей движутся, потом один человек что-то делает. Потому что, если вы смотрите всегда общие планы, а у GoPro планы широкие, общие, то вам не за что зацепиться. Глазу не за что зацепиться. Вы не знаете, на что вам смотреть. А как автор, вы должны подсказывать зрителю, на что ему обратить внимание. Если вы просто хотите сделать мешанину, то здесь, да, выход показывать планы там, где много народу, много людей, просто меняя расположение камеры. То есть, сверху, снизу, сбоку, слева, справа. Если вы хотите показать, что это было какое-то веселье, то есть, показать детали необходимые. Да, людей, которые стоят в пене. Да, людей, на которых вот эта вот штука, которая пену генерирует, падает. То есть, тоже можно камеру было поднести к ней, показать, да. Радостные лица можно показать. Вот эти детали добавить, и сразу получится такая картина. Веселье. Там есть одно радостное лицо, но, правда, не супер интеллектуальное, но радостное. Там ребята, где вдвоем. Вот опять ракурс сверху, причем уже камера в пене видно. Ну, это забавно, это забавно. Вот здесь ракурс практически не изменился, он также остается сверху. И здесь тоже, видите, да? Ну да, все сверху. И получается, что мы просто смотрим на массу людей, и все. То есть, мы не видим сейчас никаких конкретных деталей, чего-то такого. Здесь вот, а вот скачок. Ну, это вообще убрали, да? Это вообще скачок получился. Было бы уместно, так как мы зацепились уже взглядом за парнишку, который прыгает, было бы уместно показать его крупный план. Лицо ли, или как он подпрыгивает в этой пене. То есть, здесь не хватает чего-то. Не хватает плана, явно. Здесь тоже скачок. Ракурс, да, поменялся, поменялся точка съемки. Но, опять же, горизонт, опять же, те же самые столбики, на которых крыша держится. Чуть-чуть столики по-другому. То есть, здесь в данном моменте видно, что произошел скачок просто. Этого недостаточно. Нужен переходной план. Это может быть даже, да, лицо человека. То есть, вот этот ракурс можно было поставить туда, между теми двумя общими планами. Куда исчезла палка? Вот она у этой девушки была? Нет. Ну, очень похоже. Ага. Ну, вот крупный план, да, когда камера уже непосредственно близко находится. Вот здесь переход нормальный, да, обратили внимание, когда крупное лицо человека, и потом у нас общий план опять происходит действие. Здесь элементарные у нас ошибки остаются. Склейка. Ага. Дернулась, да, все? Хотя, ничего не изменилось. Надо было вырезать вот этот переход. Конечно, конечно, конечно. Нужно было вырезать эту часть. Мы показали, люди прыгают, на них пена падает. Потом, раз, мы показываем, диджей свои пластинки там переставляет. Уже изменилось. И человек у нас будет стоять в кадре. И мы увидим, что он что-то делает. Даже GoPro в данном случае можно было смонтировать материал нормальный. Все. Ну, то есть, все ошибки, они стандартные. Все как обычно. Можете попробовать, знаете, как сделать? Тот же самый материал, вот этот же материал, пусть он будет покороче, перемонтировать, исходя из того, что я сейчас порекомендовал. И показать. Хорошо? Хорошо. А этот видео, ну, вот такое оно у нас. То есть, здесь много недостатков. С разбором полетов закончили. Да, спасибо за просмотр!